добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портала радио центра сангейтс сегодня у нас новая программа вот это очень приятно у нас каждый раз не просто какие-то программы какие-то люди выступают нас просто вот категорически новая программа которая будет теперь выходить у нас по понедельникам ну и программа новая а ведущая не сказать старая но знакомая да это анастасия хрущинская которая сегодня будет встречаться со своим гостем она сама объявит своим гостям прежде чем я это сделаю правда надо сказать о том что нас можно слушать на таком сайте который называется тройное w sun gates radio.com 3w sun gates radio.com ну и телефоны у нас 8 4 7 2 2 6 9 9 5 6 также можно сообщаться с нами и делать свои комментарии на этом сайте или же по skype это sun gates 1 0 8 ну вот новая программа которая у нас будет проходить по понедельникам время в чикаго 11 часов москва 7 часов вечера это те кто нас слушают на другом континенте ну и программа называется путь йоги это новый такой вот проект интернет портала радио sun gates хозяйка этого эфира анастасия хрущинская настя здрасте здравствуйте виша спасибо большое за представление и помощь нам в том чтобы как нас объявить да и действительно я представляю сегодня наш новый проект про радио эфир программа которая называется путь йоги эта тема очень давно меня волновала и я благодарю вас за то что вы предоставили нам возможность говорить об этом потому что мне кажется что это крайне важная тема и что же такое йога я хотел бы пару слов сказать прежде чем я представлю свою соведущую и моего большого друга йога это не только физические упражнения и в переводе санскрита йога означает имеет большую смысловую нагрузку и несколько переводов это упряжка упражнения обуздание соединение единение связь гармония и союз и уже следуя из этого перевода мы можем понять насколько важные это понятие и как много но в себе какую смысловую нагрузку но в себе ведет несет и поэтому я думаю что разговаривать о йоге можно очень много долго и очень интересно и я представляю свою соведущую это наталья огородникова наташа ты меня слышишь да я тебя слышу замечательно наталья огородникова она учитель сертифицированный преподаватель йоги индивидуальный тренер и составляет уникальные программы домашней практики для всех желающих и также наташа практикует йогу уже более 17 лет она сейчас нам расскажет свою историю также я хочу сказать пару слов о себе я мы обе с натальей живем с сан-франциско калифорния и я являюсь консультантом по аюрведическому образу жизни и веду программу еще по четвергам женская гостиная я надеюсь вы меня слушаете и что же почему аюрведа и йога потому что эти вещи ведическом знании они очень связаны и я бы хотел процитировать немножко дэвида фроули буквально одну-две минуты еще я вашего внимания займу а потом уже вернемся к беседе с наташей аюрведа и ведическая астрология и йога это науки о карме и они показывают нам как нам нужно понимать свою карму изменять ее и как избавляться от нее закон кармы гласит что мы сами создаем свою реальность и именно об этом будет наша программа о том как создавать свою реальность с помощью йоги наташа тебе слово еще раз спасибо тебе что ты с нами к нам присоединилась и насти что ты сюда вытащил да и я хотел бы первую очередь чтобы ты нам рассказала пару слов о том как ты начала заниматься йогой как ты к йоге пришла потому что у тебя опыт конечно грандиозный наташа является удивительным преподавателем очень тонким и чувствующим спасибо большое да он у насти есть опыт на ничто в общем с насти знакомы очень давно поэтому на ты и так в очень неформальном стиле да это всегда облегчает да это намного легче с таким человеком как я пришла в йогу пришла я в йогу далеком 99 году городе екатеринбурге есть такое замечательное высказывание что учитель приходит когда ученик готов и вот я считаю что мы были действительно готовы еще до того как йога официально появилась в нашем городе она существовала так сказать на антиграунд уровне мы ходили по выходным в какие-то детские сады занимались какими-то учителями не совсем физической стороной йоги а вот насколько я помню очень смутно это была бронаяма и это была наверное философская часть мы о чем-то разговаривали точно помню то есть это нас интересовало и мы находили даже вот такие способы получения какой-то информации и в 99 году у нас появился уже настоящий сертифицированный преподаватель йоги прямо прибывший от самого айенгара сертификатом подписанным айенгаром на право преподавания йоги и с напутствием и разрешением преподавать и вот мы были на самом первом занятии этого учителя самыми его первыми учениками сейчас это очень известный учитель сейчас очень известный это да директор уральского центра йоги егор ротов однозначно с учителем нам повезло с первым и вот я считаю что мы действительно были готовы и он появился потому что он да во первых йога янгара очень подходит для начинающих это такая безопасная йога где большое внимание уделяется именно безопасности все позы выстраиваются очень точно проговариваются и используются как вы знаете блоки ремни много вот этих вспомогательных элементов чтобы облегчить но помимо всего этого он давал небольшие кусочки крошечные кусочки философии в конце занятий буквально одну две фразы он говорил нам после шавасаны и я помню что мы уходили и это продолжало крутиться в голове до следующего занятия и ты понимал что это интересно об этом хочется думать и размышлять вот потом был переезд в америку здесь мы не сразу же сориентировались и нашли правильного преподавателя я уже хорошо поняла здесь что у нас планка была очень высокая и все что здесь мы пытались ходить по местным студиям меня совсем не устраивало и вот мой текущий учитель с кем я уже занимаюсь больше десяти лет в итоге тоже нашелся и сейчас я занимаюсь здесь с ней и уже преподаю сама получив сертификат скажи пожалуйста какие направления йоги ты практикуешь если это так можно сказать я на самом деле сама не люблю разделять вот потому что мне кажется йога это все-таки такое философское единое понятие да но тем не менее существуют какие-то направления которых можно поговорить да если мы говорим о классической йоге патанжали то это в общем-то сплошная философия но с точки зрения физической йоги это объединение аштанга вини йога и айнгар йога потому что это и аштанга и айнгар основатели этих направлений являются учениками кришна мачаря который основал вини йогу то есть это все все равно между собой каким-то образом связано у них немножко разные подходы но вот сумме они дают такой очень на мой взгляд неплохой и правильный союз получается наташ ну раз у нас с тобой сегодня эфир первый дебют то давай уже начнем с базисных понятий и поговорим что же такое йога вообще я уже очень хорошо дан этот вопрос на самом деле ответила и очень точно ну начнем с того что чем в современном мире мире йога является к сожалению да это очень хорошо раскрученный хорошо продаваемый бренд особенно здесь у нас в америке особенно здесь у нас в америке и существует столько направлений стиля что я не берусь все перечислить и уверена что я не все знаю например в твоей же передаче недавно была йога лица про которую я никогда раньше не слышала это не значит что просто мне кажется слово йога используется как синоним к слову физкультура да какие-то такие упражнения и это абсолютно не знаю что это плохо или хорошо это просто такой факт что плохо это то что все больше внимания уделяется внешнему содержанию йогу люди приходят с целью похудеть и далеко не всем известно что йога имеет несколько иные цели нежели для создания красивого тела то есть превращается в физкультуру и фитнес не многие подозревают что йога ни в коем случае не начинается не заканчивается в тот момент когда вы входите в класс или покидаете его с йога это глубокая внутренняя практика вообще йога это одно из шести направлений индийской философии индийских философских школ и своими корнями уходят очень глубоко в древнейшие тексты индийской культуры называемые ведами и об этом мы можем поговорить позднее чуть подробнее если мы захотим за затронуть историю йоги что мне хочется здесь добавить что а а возраст йоги сложно сказать естественно его точно но можно с уверенностью сказать что как минимум около четырех тысяч лет она существует и трудно представить что люди из поколения в поколение на протяжении четырех тысяч лет передает знания не приносящую пользу и мне хочется все время вот чтобы это имелось ввиду да когда мы говорим о йоге и помнилось потому что мне кажется это очень важный момент абсолютно я с тобой согласна даже вообще ведическое знание ну как нас учили в сервизической школе нам вообще больше пяти тысяч лет а поскольку йога и сервиз и сервиз связаны непосредственно это в общем ветви ветви одной цепи то я даже тебе хочу увеличить возраст нет я говорю что там да много разных цифр но как минимум да мы можем с уверенностью сказать что четыре тысячи есть уже плюс минус не так важно ну и в каком-то историческом аспекте наверное имеет смысл все таки поговорить и поговорим ну давай еще раз про про йогу вот ты уже сказала что это означает в переводе с санскрита да упряжка соединения единение то есть самый простой перевод это единство как определяет йогу это единство тела сознание или ума и духа вот наверное на этом определении можно остановиться да да я согласна совершенно замечательное определение очень емко и глубокая или еще если перевести на более простой язык можно сказать что это не только оздоровительная гимнастика а еще философия и этика прежде всего да конечно на самом деле этика на первом месте я думаю я как раз хотел сказать что этика наверно на первом месте ну что про историю да давай ага немножко про историю и можно наверное ну так сказать у тебя есть какой-то если что-то тормози если я буду да слишком конечно углубляться ну значит еще раз договоримся что все что связано с хронологией это чистая гипотеза никто ничего точно не может нам сказать по поводу того что было столько тысяч лет назад но известно что при раскопках городов еще протоиндийской цивилизации то есть это где-то в районе трех-четырех тысяч до нашей эры в долинах реки инд были найдены так называемые печати с изображением асан асаны там были исключительно естественно это медитативные позы и имевшие скорее всего ритуальное назначение то есть вот уже тогда она существовала это так такой первый первое доказательство на камнях ну да в общем письменных источников ряд письменных источников у нас не было да йога как идея впервые упоминается в ведах а веды привезли с собой в индостан арийские племена то что тоже мало кто знает что она не в индии зародилась а была привезена я читала помню немножко блаватскую не очень четко было написано что веды это древнейший пример арийской литературы в некотором смысле мы в общем наследники арийской цивилизации так что для нас это крайне близко да значит веды это труд очень самый древний и самый священный считается самые древние самые священные писания в мире и вообще то что они попали в наши руки оно граничит с чудом я считаю что такое священный текст да чтобы немножко определиться это сакральный священный текст это то что нельзя трогать нельзя менять нельзя переводить кстати его можно только комментировать то что все что мы читаем это комментарии веды санскрита переводится как знание и тот же самый корень у нас есть в русском языке мы знаем слово ведать прекрасно слово исповедь проповедь это все оттуда же и такой смешной пример приведу корня вед слове медведь как мы легко можем догадаться знающий где мед значит веды еще раз это первые сакральные тексты индуизма написаны на древнем ведическом санскрите кстати сказать санскрит современный он отличается очень отличается да то есть сейчас только самые ученейшие из ученейших брахманов могут читать веды в оригинале потому что это действительно очень древняя форма санскрита и больше насколько я читала подобных трудов литературе нету на этой форме санскрита интересный факт что эти тексты были очень долгое время в устной форме а долгое время это именно около двух тысяч лет представляешь вот это вот все передавалось в устной традиции да я давали за ним устно от жреца к учителю то есть от жреца учителя к уточнику стихотворной форме это гимны да были ну собственно все все ведические тексты они в стихотворной форме записаны да то есть до нас дошли они тоже стихотворной форме и даже в аюрведе вот например классический текст аюрведический чары касамхита он написан в стихах очень интересный факт поразивший меня прям до глубины души когда я слушала лекции пятигорского по истории буддизма он сказал что объем вот это как то что передавался в устной форме это в нашем современном понимании около 14 тысяч страниц текста недоступно современному человеку абсолютно то есть это настолько за за пределами то есть эти люди они были ментально очень-очень сурово тренированные в этом месте пятигорский сделал такой замечательный комментарий мы еще посмотрим чего вас лишит интернет но письменность мы уже знаем лишило людей очень многого а именно вот этого непрерывного ментального тренинга естественно мы знаем как много мы приобрели с письменностью но это тоже интересное замечание на как всякое как всякое действие но имеет две стороны противодействие отрицательный наш мир дуален поэтому это всегда имеет две стороны но устной традиции есть еще интересная черта она более стойкая чем письменная то есть не ничего нельзя сделать фактически на ее не тронешь не разрушишь не сожжешь передается и передается в течение двух тысяч лет может из-за этого они до нас и дошли это еще интересно тем что они отличаются полным отсутствием историзма то есть мы из них ничего узнать не можем кроме как вот самой сути о вечном то есть это правило это свод законов которые которым должен жить человек история их вообще не волновала то есть во всех остальных документах она присутствует вот их она совсем никак не волновала и то что и кто-то будет через там четыре-пять тысяч лет изучать туфт тоже еще еще я читала что считается веды не были созданы человеком а были переданы человечеству через святых мудрецов да это божественное знание однозначно которое нам передано слыша абсолютно я с этим согласна я даже не спорю никогда и даже не обсуждаю эту тему потому что я считаю что это настолько естественно как только-то в этот процесс погружаешься ты сразу понимаешь что здесь не присутствует человеческая энергия это исключительно божественное и давай все таки мы к йоге сейчас еще раз поближе вернемся поступим а то мы конечно много можем говорить долго закруглимся ответ существует четыре основные веды только скажу основная из них чтобы было на слуху называется риг веда как ты сама естественно хорошо знаешь самая длинная самая древняя самая значительная и она же внесена юнеско в реестр память мира после вед были брахманы и опанишады это все комментарии к ведам на них останавливаться уже не будем и потом уже появилась то что считается классическая йога или йога с утра патанжали известная как восьмиступенчатая йога патанжали на этом давай расскажем да немножко конечно потому что это очень важно это понимает нам понимание сути йоги это это философский хребет любой йоги она признается всеми абсолютно школами течениями без исключения никто с ними не спорит что такое йога с утра патанжали это собрание таких афоризмов очень емких и лаконичных излагающих предмет йоги их всего 196 и вот в них этот мудрец по имени патанжали вложил все что мы пытаемся уже столько времени постичь интересно всего 196 афоризмов описано из них всего в одном есть слово асана в одной сутре в 46 говорится что асана это устойчивое и удобное положение в котором тела и у могут остана оставаться спокойном и расслабленном состоянии естественно понятно что имеется в виду под асаной поза для медитации вот все никаких других асан там нет а остальные позы сразу хочется спросить те позы где остальные но в 8 ступенек быстренько скажем на первом первые две ступени яма и не яма яма это наше поведение в социуме то есть отношение к окружению и не яма это отношение к себе то есть это наше самодисциплина ответственности так далее то есть это первые две ступени это этика это нравственности это то чем ты занимаешься в первую очередь после них идут асана и пранаяма то есть это то, что называется хатха-йогой сейчас и остальные это уже работа с сознанием то есть мы идем от внешнего, двигаемся очень четко, да, к внутреннему то есть мы начинаем с яма, то, что наше поведение в социуме, да, то, как мы общаемся с остальными, как мы строим свое поведение и постепенно уходим внутрь, внутрь, внутрь и доходим до последней ступеньки самадхи, это высшая степень, которая достигается в медитации вообще истинные йоги, они же не асаны делают, они на самом деле садятся в какую-то позу и начинают медитировать истинная йога, собственно, то, к чему мы должны стремиться, да, там, чтобы достигнуть глубокой медитативной практики асаны, естественно, они нужны только для поддержания здорового тела, потому что как говорил же Патанджали, болезнь это препятствие для успокоения ума, то есть, соответственно, здоровое тело нам нужно для достижения состояния покоя поэтому мы занимаемся асанами сразу напрашивается вопрос а все ли должны заниматься йогой? вот как ты считаешь? ну мы-то с тобой знаем но тем не менее, мне хотелось бы, чтобы ты рассказал об этом подробно нашим радиослушателям а как ты считаешь? я, кстати, не знаю твою точку зрения я считаю, что все должны заниматься причем надо детей с детства приучать прямо вот, не знаю, там, с того момента как они только начинают ходить ты знаешь, насколько я поняла существуют возрастные ограничения для занятий йогой именно физической йогой потому что в Индии йога преподается в школах это предмет и начинается она только со средней школы средняя и старшая школы занимаются йогой я глубоко не изучала этот вопрос но мне кажется, что с малышами это, наверное, будет просто игра ну да, это игра но тем не менее их учат сидеть, да, спокойно в определенных позах и когда они приходят уже индийские школьники в школу где обучаются, могут обучиться йоге то они уже, как правило, с азами знакомы потому что очень много домашних от семьи естественно, конечно потому что прежде всего это не в школе это в семье поскольку если мы говорим о работе с нравственностью, с этикой и сознанием то это прежде всего же идет из семьи правильно потому что это мы можем получить только дома школа нам уже даст дополнительную информацию и даст уже широкое понимание но азы, основы мы должны получить все-таки дома и сразу тут уже возникает вопрос все-таки, ну ты расскажи, как ты считаешь все, как все ли должны у нас все-таки передача для взрослых, да поэтому должны ли взрослые все заниматься йогой я не считаю, что все должны заниматься йогой однозначно во всяком случае в том понимании йоги которое мы с тобой в это вкладываем то есть йога это однозначно путь такой путь с большой буквы, да и я не берусь утверждать, что это лучший единственный путь для каждого и я также не берусь утверждать, что нужно либо идти по нему сначала до конца либо не становиться на него совсем то есть мне кажется, что если человек хочет с помощью йоги поправить свое здоровье на здоровье как бы можно использовать для этого и совсем не обязательно становиться настоящим йогом нет, с этим я совершенно согласна я имела в виду как раз то, что каждый человек должен хотя бы быть знакомым с определенными с пониманием йоги, да, и с зачатками йоги потому что это действительно практика которая помогает сохранять здоровье на всех уровнях абсолютно как и ментальное, так и физическое здоровье поэтому это очень важно именно вот в этом отношении я считаю я за массовость йоги конечно не каждому из нас я думаю, что ну мне скорее всего не дано достигнуть просветления и именно сидеть и часами медитировать я вижу себя, например, в социальной роли я думаю, что и ты тоже видишь себя как человек, который хотел бы в социуме реализовываться но тем не менее именно для здоровья йога нужна всем абсолютно я считаю еще, что йога это такой путь, что даже если ты на него встаешь без определенной четкой цели для себя то он сам тебе в какой-то момент подскажет твою личную цель почему? потому что с помощью йоги человек в первую очередь все-таки узнает себя и в этом смысле нужно просто быть наверное открытым к тому что йога это не только гимнастика и не только поможет мне похудеть и сбросить вес и стать более гибким а дать возможность получить еще что-то безусловно да, безусловно open-minded да, то, что называется скажи тут на самом деле сразу логически возникает следующий вопрос вот йога нужен ли учител и как найти хорошего учителя потому что сами мы должны самостоятельно на этом пути развиваться ну сейчас такое количество информации да, там открыл интернет посмотрел ролик и начал заниматься йогой ну как бы, да или все-таки нужно искать учителя и как нам найти того учителя который подойдет нам и насколько критерий хорошего учителя критериев хорошего учителя очень много ну во-первых не забываем постулат что учитель появляется когда ученик готов это это реально работающий факт как себя подготовить если говорить с чего начать то наверное просто пойти заниматься йогой и однозначно уделять время домашней практике обязательно 15-20 минут в день непременно это бесценный опыт просто от посещения классов никуда далеко сдвинуться невозможно что такое хороший учитель это очень хороший вопрос и я с удовольствием на него отвечу во-первых хороший учитель это сам прилежный ученик который сам является хорошим учеником у любого учителя есть свой учитель а у того свой учитель и даже если они уже не здесь не с нами они все равно остаются учителями то есть у учителя должна просматриваться определенная школа и традиция и он должен четко отвечать на вопрос кто его учитель и с какой школы он пришел второй очень важный момент прям его невозможно переоценить это то что учителя должна быть своя собственная персональная практика регулярная и в течение длительного времени это та практика которую он ведет наедине с собой то есть то что он ведет классы проводит семинары workshops сам занимается например своим учителем это все не в счет имеется ввиду своя ежедневная борьба с ленью опыт проб и ошибок какие-то открытия на опыте собственного тела работа через травмы потому что мы все все равно подвержены каким-то изменениям все равно что-то происходит и бывают болезни недомогания или просто травмы и в этот момент на самом деле ты учишь о себе намного больше чем когда-то здоров говорю из собственного опыта да я совершенно с тобой согласна и хочу еще добавить что травмы не только на физическом уровне но и психические и психологические травмы здесь тоже нужно учитывать да однозначно то есть знание должно быть не теоретическое учитель моего учителя говорит на эту тему так что ты можешь учить других чему-либо если ты сам знаешь это настолько что ты уже не помнишь где ты этому научился и кто тебе этому научил то есть это полностью твое знание уже пропущенное через себя и это относится не только к физической составляющей то есть например если учитель включает философию в свои занятия а делают это очень немногие как мы знаем потому что это непопулярно и так далее это отдельная тема но за философией то есть так же непримерно должен стоять свой личный опыт и своя внутренняя работа что говорить о философии без своей внутренней работы это абсолютно пустая риторика и она сразу же чувствуется учениками студентами то есть учитель который преподает асаны имеет сильную свою асана практику учитель который учит пранаями должен этим заниматься ежедневно сам длительное время учитель который говорит о медитации у него установившись такая регулярная медитативная практика и так далее третье качество которое я бы назвала прозрачность это если у вас есть возможность как ведет себя учитель перед вами в классе если вы можете увидеть и общаться например со своими детьми или со своими родителями это должен быть один и тот же человек то есть он не меняется он не не делает лицо для класса не работать на публику да то есть понятно что идеальных людей нет но человек который работает над собой он в первую очередь будет честен самим собой не будет ничего прятать то есть он будет одинаков везде честность правдивость да такой простой пример вы подходите к учителю задаете вопрос если он за пределами его компетентности он должен честно сказать что он этого не знает и направить вас к специалисту который разбирается в этом лучше него или если в начале класса задается вопрос а будем ли мы сегодня делать стойку на руках правильный ответ я не знаю потому что пока не начался класс никто не может сказать подготовлен класс к стойке на руках вообще к перевернутым позам или нет это можно увидеть только в процессе практики дав какие-то определенные позы промежуточные и и и поняв если 70% класса готовы тогда возможно они случатся но делать это просто потому что твои постоянные ученики пришли и хотят этого настоящий учитель не будет потому что это не нечестно и неправильно по отношению к другим ученикам хороший учитель периодически должен вас ставить за рамки вашей комфортной зоны почему потому что во первых мы все знаем как мы ленивы по своей сущности и всегда найдем миллион оправданий и пожалеем себя и если учитель умеет видит это и знает ваш лимит лучше вас самих и может вывести и показать вам на что вы способны это очень ценное качество например я часто говорю когда мои ученики стоят во всем известной планке и вам кажется что все вы уже падаете вы сдаетесь подумайте что в первую очередь сдается ваш мозг а не ваше тело и попытайтесь продержаться через вот эту грань там где в первую очередь сдался мозг и обычно это работает да я согласна с тобой полностью совершенно точно что это работает ну надо сказать что я бы вот такую ремарку еще добавила что хороший учитель он при этом он у тебя он должен тебе дать такую поддержку что ты выйдя из зоны комфорта не испугаешься и не убежишь да и не прекратишь заниматься этим и он тебя всегда у него найдется какие-то слова действия которые тебя поддержат и покажут что ты можешь еще больше вот мне кажется что это тоже очень важный такой момент ну он как раз вот когда дает тебе такой хороший пинок да вот выводит он как раз тебе покажет что ты способен на больше ну главное чтобы страха не возникло потому что знаешь когда ты что-нибудь сделал но ты так испугался что потом боишься дальше двигаться не-не-не я больше этого повторять не буду вот именно это я имела ввиду это должно быть безопасно обязательно потому что если что-то заканчивается травмой то это уже ошибка учителя естественно да то есть очень важно именно чтобы это было безопасно то есть с одной стороны это выход из зоны комфортно но с другой стороны это именно безопасность прежде всего как и в общем в любой практике на самом деле и наверное последнее я бы здесь сказала что хороший учитель это тот который вас учит что все-таки самый главный учитель вы себе сами это бесценно да очень бесценно я считаю я считаю это как раз это на самом деле уникально сложно найти хорошего учителя тем не менее нас это не должно отвратить да и мы во-первых нужно продолжать поиски действительно когда есть запрос то учитель найдется и с чего же начать вот мы скажем ну мы решили хорошо мы будем искать учителя но тем не менее если у нас нет опыта у нас плохая физическая форма нам сложно стоять в планке когда знаешь сейчас популярны такие мемы-картинки в интернете где показывают значит тренируйте планку и там три с половиной минуты в планке там ура даем но это сразу сразу становится страшно потому что человек неподготовленный став планку вряд ли там больше 30 секунд продержится и с чего начинаем рассказывай нам как ты всегда во-первых крошечное отступление планка не является йога йога асаной потому что это было придумано уже совсем недавно в современном мире ни в каких трудах ее нет это именно из-за нашей совсем уже слабости из-за того что мы не можем сразу же держать чатаранга дандасана сделали такую промежуточную позу которую назвали планка значит с чего начать опять же очень хорошая фраза по-моему принадлежащая ангару самое главное и самое сложное в йоге это постелить коврик и встать на него и это правда то есть самое главное это постоянная осознанная и регулярная практика ничего главнее здесь нет ничего нового и более интересного я сказать не могу только через регулярную практику постигается открывается смысл йоги безусловно важным аспектом является наличие учителя как мы только что поговорили но нужно заниматься не только в классе но и дома обязательно а в класс ходить для коррекции практики потому что естественно с первого раза это невозможно это огромный на самом деле объем информации который дается в классе и даже посчитано что люди воспринимают на слух около 30% из того что говорит учитель потому что слишком ты сильно увлечен собой в этот момент и когда ты начинаешь пытаться повторить хотя бы что-то хотя бы две позы хотя бы три позы какие-то последовательности из того что ты делал в классе дома у тебя сразу же ты натыкаешься на вопросы и проблемы которые ты уже будешь совсем по-другому слушать на следующий день в классе или ты просто подойдешь и задашь вопрос учителю и ты будешь двигаться вперед совсем другим темпом чем если только будешь ходить в класс еще очень важно помнить начинающим это уже такая как бы ментальная составляющая что соревноваться здесь не с кем все у нас внутри и мы в первую очередь не столько соревнулись сколько преодолеваем свои собственные внутренние препятствия сравнить себя с другими непродуктивно абсолютно нужно работать со своей ленью со своим раздражением иногда злостью а также желанием быть как все или быть лучше других все начинающие студенты в классе постоянно подглядывают по сторонам и смотрят а как они выглядят на фоне остальных и поверьте обязательно в классе будет человек у которого более сильные ноги у кого более сильные руки кто ниже сгибается в аутанасане и нужно просто научиться полностью от этого отключаться и сиротачиваться только на себе да это очень важно потому что в отличие от классов по аэробике да у нас нету здесь цели что мы на кого-то там равняемся да и повторяем за другими и сделаем так же как они потому что каждый человек индивидуален и я вот читала есть такая известная егиня Рэйчел Брайтнен и она например практикует йогу там уже почти там 15 нет даже больше она ей сейчас около 30 наверное она там с девочкового возраста еще начала практиковать она например не могла сделать позу голубя ты меня сейчас поправишь как она называется и вот она там через 15 лет вдруг неожиданно себя проверила и у нее получилось я читала ее блог не так давно и она как раз пишет о том что а кому-то эта поза дается с первого раза да вот этот учитель йогика с мировым именем она это не могла сделать у нее там какие-то травмы спины были какие-то болезни были определенные и вот через 15 лет у нее получилось поэтому йога это как раз не про то как сделать лучше это про то как мы сами можем сделать и делать каждый день да йога это некрасивая картинка на обложке йога джорнал когда кто-то там сидит и действительно либо в этой позе голубя либо закинул ногу за ухо то есть настоящая работа происходит совсем в других позах и еще интересный момент вот здесь ты упомянула про то что ей это далось через 15 лет в принципе и опять же ты абсолютно правильно напомнила что мы все уникальны действительно позы зависят от нашего персонального строения тела и нужно понимать что кто-то из нас в какие-то позы в принципе никогда не сможет полностью войти просто в силу нашего анатомического строения и это очень хорошо показано во многих учебниках йоги и это нужно понимать плюс еще я слышала такую интересную вещь что изначально это научный факт что индийцы обладают в большей степени гипермобильностью суставов чем скажем европейцы то есть им все эти позы просто вот просто с рождения из-за того что они такими родились даются легче и равняться на это абсолютно нет смысла да ты мне мы с тобой как раз это как-то однажды даже обсуждали по поводу того что мы для нас поза лотоса это уже считается достаточно большое достижение они сидят в ней с детства и опять же маленькие дети почему вот я например считаю что маленьких детей нужно приучать обязательно потому что у маленьких детей у них более подвижные суставы и им гораздо как раз некоторые позы даются легче а потом суставы с возрастом начинают костенеть становятся более жесткими и нам уже очень сложно их раскрыть да в этом есть абсолютный смысл да и все же мы с тобой какая физическая форма нужна ли какая-нибудь физическая форма предварительная подготовка или йогой может заниматься вот я решила йогой ну не я а кто-то там из наших слушателей послушал нас с тобой и мы его убедились что все йогой начинаем заниматься прям сегодняшнего дня знаете более сегодня понедельник как раз самое время начать делать что-нибудь прекрасное новое замечательное но у меня лишний вес у меня скажем болит спина или я там не знаю одышка ну вообще масса всяких проблем да у меня там болят суставы я не могу встать там опираться на руки что нам делать если у нас нет опыта нужно заниматься нужно заниматься есть очень простая замечательная серия которая называется Павана Муктасана это направлено на раскрепощение суставов она очень простая просто разминаются все суставы и обычно начинают именно с нее и постепенно и незаметно люди могут выдержать уже там через несколько месяцев и полуторачасовой нормальный класс настоящей йоги уже когда переходим к асанам то есть можно начать в любой момент в любом состоянии ну единственное не надо с температурой скажем этим заниматься ну да и аккуратно во время женского цикла тоже нужно аккуратно во время женского цикла однозначно но настолько много модификаций различных пост настолько много придумано и продумано вот этих вспомогательных элементов как коврики блоки ремни что правильный учитель всегда может подобрать последовательность именно подходящую для ваших проблем основатель вот этой вини-йога Кришна Мачави он именно этим и занимался его принцип был йога это всегда один на один учитель с учеником и учитель учитывает именно конкретные индивидуальные особенности ученика и строит всю практику исходя из поставленных вместе с учеником целей вот это как раз правильный подход к йоге не надо идти в аштанга йогу например вот кстати хороший пример если начинать то ни в коем случае не со штангой потому что наоборот такая очень суровая йога с такой очень суровой последовательностью и ее основатель как раз считает что он ни в коем случае не идет ни на какие уступки и поблажки независимо от этих индивидуальных способностей и потребностей иначе это уже не его йога становится вот но есть йоги очень мягкие как вини йога а ингар йога пожалуйста вот с них и нужно начинать то есть нужно нужно предварительно все-таки такую информационную работу провести нужно выяснить куда ты идешь или например бекрам йога если у тебя повышенное давление или проблемы с сосудами да в ней очень много ограничений по здоровью да это очень экстремальный на мой взгляд вид йоги поэтому я его именно как экстремальный пример привела хотя я не сторонница но тем не менее я знаю что некоторые люди этим навлекаются Наташа у нас с тобой остается последнее скажу сейчас в большинстве студий насколько я знаю есть классы которые называются джентл йога или терапевтическая йога и вот это именно то куда нужно идти людям терапевтическая это вообще направлено конкретно на людей с какими-то временными ограничениями ну или может у кого-то постоянными то есть там учитываются все травмы и все-все-все это все проговаривается и обсуждается я как раз хотела добавить что очень важно идти не фитнес-класс а фитнес-класс йоги а именно в йоге в какие-то специализированные студии где вы встретитесь с профессионалами потому что это дает нам экологичность и чистоту и дает нам возможность заниматься сразу правильной практикой это во-первых а во-вторых не отвратить наше желание потом впоследствии заниматься йогой если вы пришли на класс у нас есть популярная сеть фитнес-клубов где тоже я один раз попробовала даже пару раз наверное ходила на их занятия йогой когда все встали там 50 человек в классе и учитель она даже не видит как вы делаете что-либо она не в состоянии исправить или помочь вам если у вас нет опыта поэтому это очень важно не надо гнаться за известными брендами и пытаться пойти куда-то там где все в одном это неправильно это кстати очень хороший пойнт Настя что нужно выбирать маленькие классы йоги для начинающих если у вас нету возможности начать один на один с учителем что наверное самый идеальный вариант то однозначно выбирать где есть маленькие классы и слушай давай под конец уже такой любимый вопрос для женщин мы с тобой женщины и похудеть-то можно с помощью йоги вот как ты считаешь а отчего ж нельзя конечно можно конечно можно и что нужно сделать что нужно расстелить коврик и встать на него это какая-то специальная техника все-таки ну скажем ты имеешь уже определенный опыт ну я не конкретно тебя имею ввиду я как некого нашего слушателя он имеет опыт физической подготовки предположим и он хочет все-таки ну вот у него есть проблема лишнего веса или хочет подкорректировать какие-то мы женщины всегда недовольны нам кажется тут где-то что-то торчит значит тут что-то не так поэтому всегда хочется сделать себя лучше мы не будем отрицать что тем не менее мы тоже преследуем эту цель хотя конечно мы в первую очередь мы думаем о сознании и духе но женщине необходим это абсолютно нормально прийти в йогу да с целью похудеть я ничего в этом зазорного или неправильного не вижу кстати большинство именно с этой целью и приходят и и они своего добиваются однозначно потому что ну это просто оно происходит само собой во-первых ты задействуешь все группы мышц даже если опять же нашу любимую планку вспомнить скажи пожалуйста что в ней не работает все работает вообще просто если в планке да если в планке стоишь правильно длительное время если правильно да встаешь у тебя пот льется ручьем как будто ты не знаю там 5 километров на велотренажере проехал вот реально когда правильная планка она выполнена да то есть это достаточно очень серьезная физическая нагрузка реально серьезная да и йога может быть очень серьезной физической нагрузкой и нагрузкой на сердце может быть очень хорошую давать но не только за счет физической нагрузки происходит похудение такой как бы побочный эффект еще от того что вы по-другому начинаете воспринимать свое тело то есть йога чему нас учат асаны когда мы находимся в асане мы полностью концентрируемся на выполнении этой позы то есть у нас все наше сознание воля направлено в одну точку то есть мы уходим от внешнего и полностью погружаемся в себя опять же простейший пример вот вы стоите согнувшись в уттанасане да кто не знает уттанасана это наклон вперед и изо всех сил тянетесь к полу то есть вам мозг говорит так надо ниже надо ниже нужно руками достать до пол укратко подсматриваем по сторонам видим что все не только поставили руки на пол еще и локти согнули и мы начинаем изо всех сил тянуть себя к полу и игнорируя что наши хемстринкс это у нас мышца задней поверхности бедра да уже не просто говорит а уже кричит что все остановись дальше нельзя так вот в этот момент если мы правильно к себе начинаем прислушиваться и мы слышим что нам говорит наше тело у нас это переносится с коврика потом на всю остальную жизнь то есть сидя за столом ты уже услышишь что а вот здесь мне нужно остановиться вовремя и вот вот эту следующую там булочку печенюшку или тарелку супа я не знаю я уже не хочу то есть это не только мышечная нагрузка это еще вот такая вот осознание и умение прислушиваться к себе да это дает однозначно йога она как раз дает себе ключ к пониманию себя что мы можем на что мы способны мы учимся себя слышать я всегда своим да клиентам рекомендую обязательно начать хотя бы минимальную практику хотя бы с урины маскар делать по утрам для того чтобы потому что это нам помогает прежде всего работать с сознанием если мы думаем о своем здоровье если мы хотим сохранить наше здоровье то прежде всего мы должны себя знать мы должны быть осознанными и мы когда мы говорим о правильном питании недостаточно дать человеку список продуктов необходимо объяснить почему эти продукты подходят этому человеку а другие нет точно так же и практика йоги она дает нам понимание что подходит нам а что не подходит и что такое наше тело потому что мы очень часто тело свое не знаем не слышим и не понимаем и когда у нас что-то болит мы даже не понимаем почему это болит а йога она как раз нам дает вот эти именно на знание, и поэтому, наверное, и можно похудеть, да, потому что мы себя изучаем, и уже можем работать дальше и сделать. Мы себя слышим, да, мы себя слышим. То есть, да, если подытожить весь наш разговор, то я бы, наверное, сказала, что самое главное это запомнить и принять, что йога это инструмент познания себя и для изменения себя. Отличное резюме нашей беседы, и мы хотели ещё про медитацию поговорить, но это такая ёмкая тема, поэтому я сознательно даже не стала об этом говорить и предлагаю перенести этот разговор на наши будущие встречи и поговорить именно медитацию, разобрать её более детально и подробно, потому что это крайне важно. Потому что, например, мой муж меня спрашивает всегда, а как мне медитировать? Хотя он умеет медитировать, но тут научи меня. И я думаю, что очень многие люди они не медитируют именно потому что они не понимают, а что это такое и как этим заниматься. Йога, медитация это такие тоже понятия неразделимые, и мне кажется, что тут есть о чём поговорить. Ты согласна со мной? Значит, мы можем сделать тему как организовать домашнюю практику и что должно входить в домашнюю практику. И как раз внутри этого поговорим про медитацию, да? Спасибо, Наташа. Очень интересная беседа. Спасибо, Настя. Я получила огромную удовольствие. Как раз то, о чём я хотела поговорить. Я получила огромное удовольствие от общения с тобой, впрочем, как всегда. И я надеюсь, наши радиослушатели заинтересовались нашей темой, и они для себя откроют йогу или уже открыли йогу и будут продолжать её открывать. Здесь всегда есть над чем работать. Это тема, которая невероятно глубокая, невероятно ёмкая, и для каждого здесь найдётся место. Ещё раз благодарю тебя, Наташ, за участие. И хочу повторить, что с вами была Анастасия Кручинская и Наталья Огородникова в новой программе на интернет-радио портале SunGates «Путь йоги». И мы будем встречаться с вами по понедельникам в 11 часов утра по времени Чикаго, 9 часов по Сан-Франциско, где мы с Наташей сейчас находимся. И это 19 часов по московскому времени на восточном побережье США. Было полдень, а сейчас уже час дня. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто слушал, если нас слушали. Конечно. Или будут ещё слушать. И будут нас слушать, естественно, потому что наша программа записывается, вы можете послушать нас в прямом эфире на нашем сайте, а также на канале YouTube. Спасибо и до новых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин